Девочки, всем привет! Очень рада вас видеть на своем канале. Сегодняшнее видео будет о моих небольших покупках и подарках на день рождения. День рождения у меня был 3 июня. Я получила небольшие такие подарки. Но, наверное, начнем с покупок. Начну с того, что я посетила, скажем так, корейский магазин, то есть магазин корейской косметики, о котором уже рассказывала Бота, кто смотрит ее канал. И мне моя девочка-подписчица рассказывала также, что там неплохой выбор в этом магазине и советовала попробовать бибикрем, корейский именно. Ну и в один прекрасный день я собралась, поехала. Сразу скажу, что этот магазин находится по, я так понимаю, это проспекту республики, если не ошибаюсь, конечно. Но лучше всего будет, наверное, ориентир, те, кто знают ресторан Челси, вот, магазин, который называется Ипскин, находится прям вот совсем рядышком с ним. Вот, в общем-то, старый центр это наш. Так, в общем, приехала я туда, конечно же, в первую очередь посмотреть бибикрема и, может быть, что-то себе купить. Выбор бибикремов не такой там большой и, честно сказать, не очень они меня заинтересовали. Более или менее заинтриговал меня один бибикрем. К сожалению, название я его не помню. У него такая золотистая упаковка. Вот, и девушка-консультант мне его очень советовала. Сказала, что у них его разбирают часто, потому что он подстраивается под любой тип кожи и так далее, и тому подобное, увлажняет и очень много-много плюсов. Я его потестировала. Действительно, он неплохо под кожу подстраивается. Вроде как не выбеливает ее, но цена этого бибикрема меня очень смутила, потому что маленькая упаковочка, не знаю примерно сколько миллилитров, но она стоила 5000 наших тенге. Но это довольно много, на мой взгляд, для бибикрема, который еще не факт, что мне подойдет. Другие бибикрема были чуть-чуть подешевле, но, честно, я в них засомневалась, особенно после того, что Бота сказала, не всем они подходят и не всем нравятся. И вообще, честно сказать, немножко вот эта волна увлечений девочек бибикремами меня немножко захватила сначала, а потом вот сейчас уже отпустила, можно сказать. В общем, бибикрема я не взяла, но я взяла шампунь и бальзам, который также советовала Бота. Это шампунь и бальзам Style Green. Вот так вот они выглядят, абсолютно идентичные упаковочки. Вот мне девушка пометила, это вот шампунь, а это бальзам. Все, как вы видите, на корейском. Единственное, здесь у меня вот есть наклеечка. Девушка мне наклеила, чтобы я знала, как и что, что это за шампунь. В общем, шампунь этот гипоаллергенный для чувствительной кожи головы. У меня действительно кожа головы чувствительная, частенько перхоть появляется, поэтому я выбрала его. Также, что тут пишут, что он предотвращает выпадение волос, укрепляет, защищает от ломкости, придаёт здоровый блеск, питает кожу головы. В составе есть имбирь, бамбук, африканский лотос и дистиллированная вода. В общем, что мне сразу понравилось, это приятный запах, такой вот редко запах встретишь у шампуня. Он действительно что-то напоминает, типа имбирь, вот что-то, бамбук, не знаю, как пахнет бамбук, но имбирь чувствуется довольно неплохо. Запах очень освежающий такой. И бальзамчик пахнет точно так же, прям точно-точно так же. На шампунь прозрачный. Бальзам такой, довольно густой, белого цвета. Действительно, когда моешь им голову, ощущается такой вот ветерок. На волосах, как Бота тоже говорила, мне это очень понравилось. Шампунь очень-очень хорошо пенится, действительно отлично смывает масляные маски. Я сейчас пользуюсь масляными масками каждый раз перед мытьем головы, поэтому для меня очень это актуально. И бальзам мне тоже очень понравился. Я пользовалась до этого бальзамом от Натуры Сибирики, ну и шампунем тоже от Натуры Сибирики. И скажу честно, мои волосы были все-таки не в восторге. Видно, не всем подходят шампуни без СЛС, без парабенов и так далее. Все-таки моим волосам, в моем конкретном случае, нужны силиконы. А этот бальзам, скорее всего, силиконистый. Ну, я так думаю, он довольно густой такой, и это чувствуется. Так что вот с этим бальзамом мои волосы выглядят намного лучше, чем с бальзамом от Натуры Сибирики. Поэтому, честно сказать, я тоже раньше увлеклась вот этой модой на шампуне без СЛС, и без парабенов и так далее, без силиконов. А сейчас я понимаю, что не всем это подходит. В частности, мне это совсем не подходит. Так что советую приглядеться к шампуням корейским. Есть у них еще красная серия, она для окрашенных волос. Но я все-таки решила вот эти попробовать. И вообще, очень-очень ими довольна. Кстати, моя кожа головы действительно не зудит после этого шампуня. Нет никакой перхоти. Так что он абсолютно не сушит мои волосы. Ну, в общем, я мега-мега довольна. Шампунь стоит 600 тенге, и бальзам тоже 600 тенге. И вместе они стоят 1200 тенге. Так, еще Бота советовала попробовать средства для умывания в этом вот магазине корейской фирмы Ипскин. И так как у меня закончилась умывалка, я решила тоже попробовать что-нибудь такое. Мне девушка посоветовала для комбинированной кожи консультант вот такую вот умывалочку. Клинлин фон. Что-то в этом роде. Пятерка тут нарисована. Не знаю, что это значит. Тут все на корейском. Здесь немного есть на английском. Как я понимаю, ей можно удалять и макияж, и просто с ней умываться. В принципе, мой английский довольно слабый. Но, в общем-то, обычная умывалка. Подходит для комбинированной кожи, как мне сказали. На вид она, девочки, как бы вам показать. Она вот такая вот серая и с такими крупиночками, как бы. Наверное, не знаю, будет вам видно или нет. Но вот так вот она выглядит. Пахнет она, очень интересно пахнет, девочки, печеньем. Даже не знаю с чем, но вот с медом, что ли. Какое-то вот медовое печенье, на мой взгляд. И оно очень хорошо пенится. Вот небольшой горошинки мне хватает на все лицо, чтобы умыться. То есть, я ее потихоньку растираю, и она начинает пениться, пениться, и хватает на все лицо, чтобы хорошенько потереться и умыться. Кожа с этой пенкой отмыта просто до скрипа. Она очень-очень чистая и в то же время не сухая. Это очень для меня удивительно. То есть, после этой пенки у меня даже нет желания как-то увлажнить кожу, протереть ее тоником. Хотя я все равно, конечно, тоником пользуюсь. Но такого желания прям острого не возникает. И самое главное, после того, как я протираю лицо, я не вижу на ватном диске никаких остатков тонального крема, или румяна, или еще чего-либо. Так что, тоже очень советую попробовать корейские умывалочки. Я мега этой вещью довольна. Здесь 180 мл, я думаю, хватит очень надолго. Там есть для сухой кожи и для жирной. По-моему, да, тоже для жирной есть у них. И стоит она 1200 тенге, но я думаю, за такой объем это не очень большая цена. И также за мою покупку мне дали пробники. Это действительно очень удивительно. Для нашего города у нас пробники не дают нигде. Мне дали пробник вот такого вот дневного крема. Девочки, тоже не знаю, что он делает. Мне просто сказали, что это дневной крем. Тут также есть на английском надпись. Какая-то эмульсия. В общем, название я вам, наверное, все-таки под видео оставлю, чтобы, если вас это заинтересует, вы могли узнать. Ну, в общем-то, действительно, он в виде эмульсии. Запах у него немножечко аптечный, такой химический. Ну, меня это, честно говоря, не напугало. Вот такой вот он жиденький, прям как вода, если вы можете видеть. Я им пользуюсь в качестве дневного крема. Он действительно кожу увлажняет, не жирнит, как будто вы действительно нанесли какой-то вот лосьон. И он быстро очень впитывается. Поэтому мне понравился. Тем более, в качестве пробника отлично. Ну, конечно, особого желания у меня нет такой крем покупать, потому что меня устраивает крем от Натуры Сибирики. И, хотя, в принципе, я думаю, для жирной кожи это отличный вариант именно увлажнять кожу не кремом, а эмульсией легкой, которая не оставляет после себя никакого жирного блеска. Также, девочки, мне дали пробник BB-крема, но, к сожалению, я его забыла у родителей дома. Я им пользовалась всего лишь один раз. Название я его тоже не помню, но у него такая розовая упаковочка, тоже BB-крем от этой фирмы корейской. В общем, этого пробника, мне кажется, хватит раз на 5-6, я так думаю. Но могу сказать, что мне этот крем не понравился. Во-первых, потому что кожу мою все-таки действительно выбеливает. А мне этот эффект не нужен, чтобы моя кожа была белая. Потом, он такой очень довольно-таки плотный, плохо разносится по лицу. Очень тяжело его ровненько распределить. Как только вы нанесли его, сразу кожа выглядит как маска, у вас лицо как маска. Через какое-то время, правда, немножко подстраивается и уже более натурально выглядит. Но мне абсолютно эффект этот не понравился. Мне проще нанести свой BB-крем от Гаранье, который сразу выглядит на моей коже нормально. И, в общем-то, я не вижу смысла использовать конкретно этот BB-крем. И поэтому я его забыла у родителей, потому что он мне особенно и не понравился. Ну, в общем-то, кожу он, наверное, действительно увлажняет. В моей коже сильно такое увлажнение прям не требуется. Она не сухая. Что еще сказать? Ну, он не блестит, в смысле не жирнит кожу. Ну, могу сказать, что, наверное, все-таки, девочки, BB-крема это не для меня. Меня устраивает BB-крем от Гаранье. И если что-то там мне нужно побольше замаскировать, я лучше воспользуюсь тональным кремом, который также проще смыть, чем все-таки BB-крема, который советует смывать гидрофильным маслом. А гидрофильного масла, я так поняла, у них нет в этом магазине. По крайней мере, я его там не увидела. Так что, ну, наверное, тему BB-кремов я пока оставлю на потом. Сам этот пробничек я обязательно вам, девочки, покажу в одном из следующих видео, чтобы вы могли сами увидеть, что это за фирма и как этот крем выглядит. Вот. Также в этом магазине представлена и декоративная корейская косметика, карандаши, помады, лаки. Ну, меня, честно, это не очень заинтересовало, я довольно-таки быстро там пробежалась, потому что у меня не было много времени. Но, кого это интересует, обязательно зайдите, посмотрите. Тут у меня, кстати, где-то координаты даже есть того магазина. Адрес проспект Республики 5, телефон 43-81-81. Я под видео эту информацию оставлю. Кому интересно, можете позвонить, узнать, что у них есть, а чего нет. Так, это был корейский магазин. Потом я сделала маленькие такие покупочки в нашем магазине Диона. Так, начнем, наверное, вот с такого средства, которое я сначала покажу коробочку. Это вот такой вот теплый воск для депиляции в баночке. Вы, наверное, уже видели такой воск от ВИД, ВИД-салон, по-моему, называется. Я его очень долго, девочки, искала. Его у нас то ли быстро разбирают, то ли мало завозят к нам в магазины. Поэтому я очень хотела попробовать именно такой вид депиляции, но не могла найти воск-вид. И вот взяла воск от фирмы, я так понимаю, это фирма Билли. Билли вроде, да, Билли Депил. Это, значит, у нас теплый воск для депиляции, персик и папайя. Вроде как он для сухой кожи, ну, не знаю, у меня кожа вроде как не очень-то сухая, а нормальная. Выглядит, я покажу сейчас он как. Так, это вот такая вот банка с таким вот воском. Запах довольно приятный, такой вот цитрусовый запах. В комплекте также идет вот ложечка, которой вы все это наносите. Правда, она без индикатора нагревания, как вот у фирмы ВИП. И полосочки такие вот обычные. Это у меня новые полоски, те, которые я использую, они у меня лежат в другом месте. Полосочки многоразовые, то есть вы их спокойно после процедуры промываете и можете высушить и использовать дальше. Что хочу сказать об этом воске. Я им уже пользовалась. Он мне очень понравился. В чем суть состоит этого способа? Вы разогреваете воск в микроволновке или на водяной бане. Наносите вот этой ложечкой обязательно тоненьким слоем на волосы, которые вы хотите удалить, там, неважно, на ногах, там, или в подмышечных пазинах и так далее. Приклеиваете полосочку бумажную, хорошо приклеиваете, разглаживая. И против роста волос аккуратно снимаете ее. Вот, скажу так, что для меня этот способ не очень болезненный. На мой взгляд, депилятором пользоваться гораздо больнее мне. Удаляет действительно даже самые короткие волосочки. Тоже это очень важно, потому что мой депилятор с ними не справляется. И хватает эффекта очень надолго. По крайней мере, при моем, в таком довольно ускоренном росте волос, мне хватило где-то недели на полторы, а может даже и на две. Я вообще не вспоминала о депиляции. Потом волосы появляются такие вот, не очень такие темные и не очень жесткие. Их почти не видно. Но, в принципе, на ощупь кожа еще гладкая. Но, кому нравится эффект такой полностью гладких ножек, конечно, процедуру нужно повторить. Вот, поэтому я очень довольна этим способом. Всем советую его попробовать. Ну, у меня не было никаких покраснений после процедуры, никаких врастаний волосков, ничего такого. Ну, может быть, да, это немного болезненно все-таки. Но считаю, что попробовать стоит, по крайней мере. И цена его у нас стоит, по-моему, он дешевле, чем вид, 1665 тенге. Мне кажется, дешевле купить банку этого воска, чем покупать обычные восковые полосочки, которых немного в упаковке и которые стоят столько же, сколько баночка этого воска. В общем, советую попробовать. Действительно, средство хорошее. Все-таки, мне кажется, этот способ наиболее такой действует. Я забыла добавить, что в комплекте идет инструкция, где все описано подробно, как, что делать, как разогревать воск, наносить и удалять. Так, дальше была у меня покупка такая вот. Это шоколад Body Butter от фирмы Florissant. Это твердое масло Автозагар. Скажу так, девочки, что у меня большая проблема летом с тем, чтобы загореть. Особенно мои ноги всегда остаются белыми. Во-первых, потому что мне некогда загорать. Во-вторых, потому что у меня вообще кожа на ногах почему-то именно вот плохо берет загар. Не знаю, может, у кого-то тоже есть такая проблема. И я часто пользуюсь летом Автозагарами, по крайней мере, на первое время, пока кожа хотя бы чуть-чуть не загорит. Потому что, когда ноги выглядят, ну, цвета такого, белой сметаны, мне не нравится. Я из-за этого комплексую. И, в общем, я задалась такой вот задачей купить себе Автозагар. Я вообще хотела, не веря поцелуя солнцем, купить или же, может быть, Johnson's Baby, что-то в этом роде, или, может быть, DAF. Вот такие вот средства Автозагара, вы, наверное, о них слышали, знаете. И почему-то из наших магазинов они пропали. Вот именно эти средства Автозагары. Ни одной этой фирмы я не нашла. Обошла несколько магазинов. Мне предлагали средства от Кливен. Мне также предлагали средства от Флорисан, но в виде молочка. Все они были очень жидкими. И нанести их равномерно, вы сами понимаете, очень сложно. А если не нанести равномерно, то будут пятна, это будет очень-очень некрасиво. И, в общем, все-таки я решилась купить вот именно такое средство. Выглядит он действительно как крем. Ой, что тут попало мне сюда? Сейчас, секундочку, девочки. Вот так вот выглядит. Такой вот крем. Когда тепло, он более такой вот мягенький. Если его поставить в холодное место, он будет, конечно, более твердый. Вот столько я его уже израсходовала за где-то недели-две. Наношу я его после душа, как обычный баттер для тела, крем для тела, да. Но я наношу его только на ноги, потому что, в принципе, кроме ног, у меня, ну, ничто особо не требует какого-то загара. Никакая моя часть тела. У меня была от него еще упаковка. Упаковку, к сожалению, ребенок мой выпросил. Там было написано, как его наносить. Но, в принципе, там ничего не было сказано о том, через сколько проявится загар. У меня проявился загар где-то дня через 2-3. И теперь я его наношу не каждый день, а через день, чтобы поддержать, так сказать, эффект. И эффект действительно девочке есть. Пусть он, конечно же, не совсем натуральный, как при обычном загаре, но я думаю, на кожу такую после солярия довольно похоже. Причем без особого вреда здоровью. И еще один большой плюс. Он действительно увлажняет кожу. Кожа после нанесения вот этого средства, она не только становится загорелой, но и действительно увлажненной. Некоторые средства для автозагара раздражали мою кожу. Это мне очень не нравилось. Это средство не имеет такого эффекта. Оно очень-очень приятное. Здесь 100 мл. И стоило оно 500 тенге. Так что, девочки, рекомендую попробовать. И пахнет оно маслом какао, я думаю. Не совсем шоколадным. Не сказать, что прям очень приятный запах, но не противный. Сама я его, думаю, еще не один раз куплю. Так. Что еще я купила? Еще я купила, как обычно, свой гель для бровей торт-визаж. Кстати, у него сменилась упаковка немножко. Тут вот что-то такое золотое появилось. Я им еще не пользовалась, только недавно купила. И стоит, ну, кстати, стал чуть подороже. Сейчас он стоит 350 тенге. То есть это 70 рублей. Раньше он стоил, по-моему, 250 тенге наших. Ну, вещь хорошая. Мне хватает довольно надолго. Так что вы уже мое мнение в этом продукте знаете. Я его очень люблю. Еще я уже давно хотела попробовать купить себе вот такую вот завивалку для ресниц. Я ее купила. Правда, ей пока еще не пользовалась, потому что все время про нее забываю. Я ее купила для того, что когда я, например, покупаю тушь для объема, но без подкручивания, иногда подкручивать свои реснички. Ну, я думаю, он не очень качественный, потому что все-таки именно такой вот завивалки для ресниц вот эта вот, как бы, пружинка должна быть не такой разболтанной, более такой пружинистой. Вот. Ну, это обычная фирма, какая-то тоже, то ли корейская, то ли китайская. Ну, если вы любите завивать ресницы, я бы все-таки посоветовала купить более качественную завивалку. Ну, это так мне попробовать, поэкспериментировать, потом расскажу, понравилось мне или нет. Еще я очень что-то загорелась летними лаками, посмотрела видео разных девочек и вот купила вот такой вот лак от, по-моему, Катрин Орлей, что-то такое. У нас этих лаков полно, но я еще ни разу не пробовала, и мне было интересно, я взяла вот такой вот цвет яркий. И что хочу сказать, я делала с ним педикюр, и мне этот лак не очень понравился. Скажу почему. Во-первых, потому что цвет, который в баночке, он проявляется только где-то с третьего слоя. Вот я вот сейчас вам покажу на бумажке, вот это вот в один слой, и он такой полупрозрачный, то есть мне такой эффект совсем не нравится. Если его нанести в два слоя, а лучше даже в три, да, получается довольно такой вот неплохой цвет. Вот если сейчас подсохнет, я вам покажу. Вот. Довольно-таки полосит. Вот этот лак не очень хорошо. Также, что я могу сказать, насколько он стойкий, я не скажу, потому что только вот недавно его нанесла. Цветовая палитра, конечно, богата у этих лаков, но мне не нравится, что с первого слоя цвет получается не такой, как в баночке. Я вот разбалована такими лаками, которые надо наносить в один слой. Все-таки я, наверное, куплю лаки серии Golden Rose, вот эти башенки, и мне они гораздо больше нравятся. И они, по-моему, даже дешевле стоят. Этот лак стоил 240 тенге, а лаки от Golden Rose стоят у нас, по-моему, 200 тенге. Вот. И мне они нравятся намного больше. Или же купить римы лаки серии 60 секунд, тоже у них потрясающие яркие оттенки есть. В общем-то, девочки, немножко разочаровалась в этом лаке, поэтому не советовала бы вам его. Так. И дальше, наверное, приступим уже теперь к моим подаркам на день рождения. Подарки были только от моего мужа и от моей мамочки, потому что этот день рождения мы праздновали в узком кругу. Я никого не звала. Мои подруги очень заняты, девушки. Да и я, честно сказать, в этом году как-то не хотела особо как-то афишировать свой день рождения. И мы решили его отпраздновать только с моими родителями, с моей сестренкой и с моим мужем и с доченькой, конечно же, с моей. В общем, вы уже, наверное, знаете страсть мою к книгам, к чтению. И я в последнее время увлеклась электронными книгами и читала их на сотовом телефоне, но у меня телефончик вот такой небольшой экран у него. И это не очень удобно. И муж, видимо, и вот эти вот попытки нормально почитать книгу подарил мне книгу электронную. Видите, она вот так вот в чехле, как обычная записная книжка. Когда мы ее открываем, вот такая вот книжечка. Это книга М-Бук Мини. Они, насколько я знаю, у нас в Казахстане довольно популярные. Сейчас я вам ее включу. Вот такой вот текст. Шрифт можно выбирать разный. Что еще можно менять? Можно читать по горизонтали, по вертикали. Памяти в ней 2 гигабайта. Но я еще дополнительно купила к ней флешку на 4 гигабайта, так что у меня память теперь здесь 6 гигабайт. Также на этой книге можно прослушивать музыку, можно смотреть фотографии, смотреть видео, правда, не очень высокого качества, иначе он не воспроизведет их. Вот так вот выглядит рабочий стол, как бы у этой книжки. Оформление тоже можно менять. Надеюсь, вам видно будет. Кстати, 16-16, загадываем желание. Так, в общем, что еще могу сказать о зарядке, кстати, я слышала, что многие электронные книги сейчас идут по типу обычных книг без подсветки. Я уже как-то немножко напряглась на эту тему, потому что мне нужна была книга с подсветкой. Я читаю вечером, я читаю, когда темно, я всегда читаю, поэтому мне неудобно было. Эта книга, как вы видите, она с подсветкой. В принципе, подсветку тоже можно регулировать. На улице при солнечном свете ее, по-моему, тоже довольно комфортно читать. Ну, как, по крайней мере, мне говорили, я еще сама не пробовала. Вот. Что еще? Зарядка. Зарядку, вот, могу сказать, что держит, но не очень хорошо эта книжка. Первые три раза ее надо было заряжать 12 часов, последующие зарядки где-то от 4 до 6 часов. Я ее ставлю заряжать на ночь и вот один раз зарядив вот полностью, например, на ночь, мне ее хватает на 2-3 дня. Ну, я бы даже сказала, на 2. Пока она у меня еще не отключалась вот по окончанию зарядки, то есть даже, когда вот не остается уже палочек здесь вот в индикаторе, она все равно еще работает. Поэтому, я считываю, ничего сказать не могу. Но я рада, что она с подсветкой, пусть даже она держит меньше зарядку, но мне это очень было важно, чтобы подсветка была. Да, говорят, что такие книги все-таки портят зрение, но я считаю, что при любом чтении в принципе зрение может и портиться, и не портиться. Мне кажется, это больше зависит от вашей наследственной предрасположенности к этому. Я как в прошлом человек с плохим зрением, я это прекрасно знаю. Вот, а так она очень компактная, если вот без чехла, она вот такая вот небольшая. Здесь вот внизу разъем есть для карты, для наушников, для USB. Вот, очень она мне нравится, я с ней не расстаюсь, я везде беру с собой, могу наконец-то скинуть столько книжек, сколько мне хочется. Кстати, форматы книг она поддерживает почти все, то есть, с этим проблем нет, закачивайте в интернете и спокойно читаете. Мне после вот этого маленького экранчика это очень-очень удобно. В общем, моему мужу большое-большое за это спасибо. Я очень люблю эту книжечку. И, кстати, стоила, насколько я знаю, по секрету вам скажу, не очень дорого, по сравнению с остальными электронными книгами. И второй подарочек был от моей мамочки, который мы выбирали вместе. Это была летняя сумка, сейчас я вам ее показываю. Я ее сейчас застегну, чтобы вы могли видеть все в таком аккуратном виде. Надеюсь, это получится вам показать. Вот так вот она выглядит. Сумка такого оранжевого цвета, яркого, я люблю яркие пустаны леда. Вот такие вот у нее ручки не очень длинные, но ее можно и на плечо, и на руку носить. И теперь самая фишка этой сумки, посмотрите, внутрь, надеюсь, вам будет видно, тут такие заклепочки. Мы заклепочки отстегиваем и внутри как бы у нас еще одна сумка поменьше. Не знаю, будет вам видно, она там крепится вот так вот. Если я ее отстегну, у меня получится две сумки. Вот такая вот, небольшая. К ней идут отдельно ручки, я вам сейчас их тоже покажу. Так, вот такая вот ручка к ней идет, то есть вы можете прицепить и так же ее носить, но я пока не прицепляла, мне это пока не нужно. ее можно даже взять под мышку вот так вот, да, ну как, носить некоторые сумочки вот так вот, когда вам не нужна большая сумка, взяли и пошли. Тут вот такой вот замочек, фурнитура такая позолочная. Можно отдельно носить эту большую часть, тут вот есть карманчик. А если мне нужна и та, и эта сумка, я просто легко подсоединяю, получается такая сумочка, трансформер. Мне это очень девочке удобно, потому что я как мама с собой ношу и свои вещи, и вещи ребенка, и очень много у меня всего всегда в сумке, и в то же время я не люблю сумки такие очень большие, мешковатые, и совсем маленькие мне тоже не подходят. Эта сумка просто находка девочки для меня, в нее влазит все, что угодно, я уже это испробовала на себе. Единственный небольшой минус, маленьких карманчиков тут нет, только вот один вот этот внутренний, который я вам показала, а тут вот, как вы можете видеть, нету. И очень интересно устроены ручки, вот здесь вот как бы такой вот бегуночек здесь нету, и точно так же здесь, здесь есть, здесь нету. Очень она мне понравилась, внутри у нее такая вот интересная какая-то кожа, и что это, даже не знаю, замша, не замша, ну в общем, мне понравился и цвет, и качество, и форма, и как она у меня в руках выглядит, ну в общем, вы наверное, девочки, сами понимаете, как важно найти сумку подходящую именно вам. Я, кстати, оставлю фото после видео, где эта сумочка вот со мной, и вы посмотрите, как она выглядит, ну как, в руках, скажем так. Вот, очень ей довольна, фирма, это я не знаю, что за фирма, безумяна какая-то, мы покупали это в магазине, в сети магазинов Башмачок, у нас есть такая сеть магазинов, те, кто живут в Астане, знают, вот там продаются очень хорошие сумки, качественные, и большой выбор, там довольно-таки. Еще, девочки, я купила шортики себе, такие вот, у меня же одни шорты есть из магазина, отжи, которые вы видели в моих аутфитах, а я купила еще одни шортики чисто из хлопка, такие, в них можно и спортом заниматься, вообще они позиционируются, я так понимаю, как спортивные, но и просто летом, чтобы было удобно, не жарко, в них тоже можно ходить, они белого цвета, я вам сейчас их не могу показать, к сожалению, во-первых, потому что они мокрые, слушаться, я их постирала, а во-вторых, потому что так все равно ничего не понятно, я также оставлю фотографии, где вы можете посмотреть на мне, а также, наверное, сниму какой-нибудь аутфит, где можно будет их поподробнее разглядеть, а так, кстати, кстати, мне сказалось, что это шорты из магазина Твое, магазин Твое, у нас открылся, в торговом центре Арлжан, у них небольшой бутик, но там довольно большой выбор одежды, что мне там понравилось, мне очень понравилось, у нас девочки там комбинезоны на лето, такие красивые, интересные, у меня еще не было комбинезонов, загорелась я купить себе комбинезон, легкие летние сарафанчики такие с цветочными принтами, очень много выбора спортивной одежды, тех же шорт, футболок, штанов, маек, очень-очень большой выбор, также там есть мужская одежда, в общем, магазин Твое, мне очень-очень понравился, вот, по-моему, все, что я вам девочке хотела показать, надеюсь, ничего я не забыла, конечно, оставляйте комментарии, пообщаемся с вами, подписывайтесь, обязательно оценивайте, немножко видео получилось такое шумбурное, но надеюсь, вам было интересно, пока, до следующих видео.